Приветствую вас! Совершенно очевидно, что вы обижены. И совершенно очевидно, что вам неприятно, совершенно очевидно, что вам дискомфортно, совершенно очевидно, что вы сейчас переживаете. Вот. Данную ситуацию и, так сказать, находясь вот в этих вот негативных переживаниях, находясь в состоянии разочарования, да, которое вы сейчас испытываете, я полагаю, что вам действительно кажется, что мужчина вами пренебрегает, и что вы для него, по сути дел, только запасной вариант. Вот. Правда, правда заключается в том, что я не знаю, запасной ли вариант вы для него или нет. Я не могу этого знать, потому что вы пишете, что договорились с мужчиной о встрече, да, а вы пишете это так, как будто вы, ну, знакомы уже какое-то время. Вы знаете друг друга какое-то время. У вас есть общение. Понимаете? Вот. А здесь, здесь есть такая тонкость. Дело в том, что если у вас есть общение, да, если это общение, оно выстраивалось вами как-то, вот, то нужно знать полную картину, то есть нужно знать всю картину того, что происходит с вами, а не только ту часть, которую вы описываете. То есть этой части, этой части, ее мало, чтобы понять, что происходит. Как вы познакомились с мужчиной? Как вы общались с ним? Что между вами общего? А чего вы ожидали от встречи с ним? Да? А встречались ли вы с ним ранее или нет? Вот все вот эти аспекты нужно знать. И тогда можно будет уже понять, как мужчина к вам относится. Вот. Потому что на данный момент все выглядит, ну, достаточно, достаточно обназначено, да? Вот. Как я скажу. То есть тут, получается, есть неполнота картины. Во-вторых, во-вторых, на мой взгляд, есть некая субъективность, субъективность восприятия ситуации. Вот. Потому что вы находитесь по действиям эмоций, вам обидно, и вы какие-то аспекты можете не увидеть. То, что вам обидно, то, что вам неприятно, это понятно. Но за это, за эти чувства, да, за эти эмоции, которые вы можете испытывать, ответственность несете вы сами. Это ваши эмоции, если вы их чувствуете, вот, если вы их, эм, ну, ощущаете. И важно понимать, откуда они берут свое начало. То есть вы говорили, что вы очень эм, ждали встречи. Очень хотели встречи. То есть вы в ней были очень сильно заинтересованы. Но по какой причине была эта заинтересованность, чего вы хотели, что вам нужно? Вы же от мужчины чего-то ждали. А он, совершенно очевидно, что дать вам этого либо не мог, либо не хотел. Ну, скорее не хотел, чем не мог. Я полагаю, это понятно здесь. То есть тут, опять же, для понимания того, о чем идет речь, нужна полная картина. Полная картина ситуации, а ее нет. Смотрите. По сути, вы описываете в своем тексте только следствие проблемы. Следствие каких-то ваших действий. Конечный результат. Но не причину. Вот. Дальше. Если вы договариваетесь с мужчиной, да, о встрече, и вы не друзья, а, ну, скажем, совершенно очевидно, что вы воспринимаете друг друга как потенциального партнера, да. Ну, то есть он вас как свою потенциальную девушку, вы его как своего потенциального мужчину. Вот. Если так, и если при этом мужчина тянет, да, то есть он говорит, что все недели тянул, то это, как правило, означает два момента. Первое, это то, что человек очень нерешительный. И второе, это то, что человек пытается набить себе цену. Ну, то есть, по сути, то, что вы сказали, по сути, то, что вы предположили. Только набить себе цену, набивание себе цены, это не то же самое, что принижение вас. То есть мужчина здесь сможет стремиться к тому, чтобы вы его больше ценили, чтобы вы больше им восхищались, чтобы вы отдавали себе отчет, например, в том, какой он занятой, например, и что он не может найти время для того, чтобы с вами, там, встретиться и так далее. Чтобы вы больше им дорожили и, соответственно, более лояльно к нему были настроены. Такие люди есть. Они имеют место быть. И то, что вы могли наткнуться на такого товарища, вполне вероятно. В этой ситуации меня больше интересует то, по какой причине вы восприняли на свой счет. То, что мужчина с вами не взаимодействует. То есть вы восприняли это на свой счет и в негатив к себе. Вы восприняли это в негатив к себе. То есть вы посчитали, что для вас это негативно. Вы увидели в этом ущемление себя. И вот это, пожалуй, является самым главным. То, что вы увидели. То, какую информацию вы считали. Ну вот, из этой ситуации. То, к чему вы были готовы. То, к чему вы, скажем так, склонны при истолковывании или истолковании определенных не всегда однозначных ситуаций. Дальше. Вот. И вы пишите, что на мои вопросы, когда я ему удобно, отмалчивался по несколько дней. То есть тут, опять же, либо мужчина очень нерешительный, либо он набивает себе цену. И вызывает вопрос, почему вы, почему вы, ну скажем так, на него давили и выступали инициатором в вашей с ним встрече. То есть вы, как бы, говорили мужчине, я хочу с тобой встретиться, я хочу тебя увидеть, я хочу, чтобы мы там все-таки встретились. Вот. И мужчина делает выводы, делает вывод о том, что он вам интересен, что он вам нужен, что вы от него никуда не денетесь, а значит, можно устанавливать свои правила. Можно устанавливать свои какие-то условия, да, и вы их примете. Вот. Встречаются, встречаются, к сожалению, да, да, и такие индивиды. Это неприятно, но они все же есть. Вот. Дальше. Дальше. Я встречи очень ждала и хотела. Зачем? Почему? Особенно, особенно важно здесь то, что вы хотели и ждали встречи уже после того, если я правильно понял, уже после того, как мужчина, ну, скажем так, начал откладывать взаимодействие с вами, встречу. То есть, получается, что вас не насторожил тот факт, что он тянет время. Вас не отрезвило то, что он не готов с вами встречаться, не готов с вами, может быть, взаимодействовать и так далее. Вот. Вас это не отрезвило и не оттолкнуло от него. И у меня, конечно, вопрос. Вопрос, по какой причине это произошло. То есть, получается, что вы настолько хотели встречи, что вам даже было, вот, все равно, как он к вам относится и как он вас воспринимает, иначе вы бы один раз спросили, он бы вам, например, отказал и все. Что здесь важно понять, здесь важно понять ваше желание, здесь важно понять вашу мотивационную сферу. Вот. Мотивационный, домотивационный аспект очень важен, что здесь. Дальше потом и вовсе написал, что у него не получится, и как вы отреагировали на это? Что вот он написал, что у него не получится. Как именно вы на это отреагировали? Как вы это восприняли? То есть, я понимаю, что, скорее всего, негативно, это понятно. Но меня больше интересует все-таки ваша интерпретация этого. Вот. Дальше идем. Вдруг в пятницу, ближе к вечеру, он написал, что у него случайно освободилось время и что он готов навстречу. Ну, это выглядит так, что мужчина просто набивает специальную и не хочет показать, что он от вас зависим. Вот. Это выглядит, это выглядит так. То есть, это не выглядит, что мужчина пытается вас принять. Это выглядит, как такая дешевая попытка, ну, крайне дешевая попытка набить себе цену. Вот. И связано это с тем, что мужчина просто-напросто не уверен в себе. Вот и все. Никто изначально вас не хотел принижать, никто изначально не хотел, не хотел, значит, ну, как-то вот выставлять вас, как будто вы собачка, как вы говорите и так далее. То есть, никто этого изначально делать не хотел. Вот. Просто у мужчины, видимо, такой стиль ведения отношений. И вы своим поведением его подкрепили, да? Вот. Ну, начнем с того, что вы как-то выбрали себе этого мужчину, да? И начнем с того, что вы этого мужчину, так сказать, ввели в свой круг близкий круг общества, да? Близкий круг общения. Вот. Вы показали ему свою симпатию. Вот, скорее, вопрос к вам, как это стало возможным. Дальше. Я отказал и сказал, что буду занят, но осталось неприятное впечатление, что человек относится без уважения. Ну, смотрите. Во-первых, здесь надо уточнить. Вы отказались... Почему? Вы отказались, чтобы что? Что-есть, вы действительно заняты? Или вы отказались, потому что вам было неприятно? Это очень важный момент. То есть, если вы считаете для себя такое поведение неприемлемым, да? То, в общем и целом, это ваше право. То есть, это ваше право, действительно, вести себя так, это нехорошо. Это так. Но, понимаете, проявлением неуважения, именно проявлением неуважения, это может быть только в том случае, если есть доказательство того, что вы поставили себя как-то так, что вас не за что уважать. Вот, например, пишете ему много, да, там, настаиваете на встрече и так далее. Для этого нужно анализировать. Знаете? То есть, есть разные проявления, эмоциональные проявления одного и того же поведения. Вот. Поэтому, то, что вы почувствовали неуважение к себе, это совсем не то же самое, что, возможно, есть на самом деле. Но то, что вы почувствовали неуважение к себе, говорит о том, что вы сами засомневаетесь в том, есть ли вас за что уважать. Сами сомневаетесь в своей, может быть, иначености, в своей, может быть, ценности и так далее. Вот. И это, это уже совсем другой разговор. Это уже совсем другая история. Потому что это то, что вы думаете о себе. Это, это то, что вы, вы считаете о себе. Это то, к чему вы склонны. Понимаете? Вот. Это следствие возможного ваших сомнений. И, быть может, это же, это же, тесно, тесно связано с мотивацией с ним встретиться. Вот. Так что здесь однозначно, однозначно я бы говорить не стал, что это прямо вот неуважение. То есть осталось неприятное впечатление, это да. Это да. Это так. Неприятное впечатление действительно осталось, и оно здесь вполне уместно, потому что, ну, действительно, мужчина повел себя очень негативно. Вот. Деструктивно, нерешительно и так далее. Это так. Но, воспринимать это, воспринимать это как неуважение, именно воспринимать это как неуважение, вы можете только по той причине, что сами сомневаетесь в своей ценности. То есть у вас есть какие-то внутренние проблемы, внутренние конфликты, которые не позволяют вам чувствовать себя достойно уважения. И подобный аспект, который произошел, подобную ситуацию, вы интерпретируете в подтверждение этого. Вот. Потому что, ну, если бы было не так, да, то вы бы просто сказали бы себе, а, ну, он, видимо, он такой мужик, да, что боится, там, например, встречи с, ну, встречи со мной, да, встречи с женщиной. Вот. Боится. Ну, что ж поделать, это не мои проблемы. И все. И пошли бы дальше. И забыли бы про него. Но вы не забыли. Вы не забыли. Вы не забыли. Вы не забыли и вы продолжаете это переживать. Вот. Понимаете? А значит, а значит, Ваши собственные эмоции по этому, ну, вот, по этому вопросу превалируют. Они вскрывают, они вскрывают какие-то ваши проблемы. Вот есть, например, в психологии такое понятие, как резиновая ленточка, да. Это, когда человек, оказавшись в какой-то ситуации, испытывает то же самое, что он испытывал, например, в, ну, когда-то, да. То есть, там, в детстве или когда-то еще. Вот. И у вас может быть такая же история. Может быть. Я не говорю, что она обязательно у вас. Но может быть. Вот. Поэтому здесь, скорее, разграничение ответственности. То есть, мужчина, он, неизвестно по каким причинам, повел себя так. Ну, он повел себя так, потому что у него проблемы. Не у вас. А вы восприняли это так. Как будто проблемы у вас. И это очень важно. Это очень важно. По какой причине вы увидели проблемы в себе? Может быть, вы всегда их видите в себе? Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что гадать о том, проявил ли он неуважение к вам или нет, именно для вас смысла никакого не имеет. Если он и проявил неуважение к вам, то только потому что вы себя так поставили. А поставить вы себя так могли только потому, что для этого были какие-то причины. Причем причины, связанные именно с вашими желаниями, с вашими потребностями. То есть, с тем, что вы хотели и с тем, какое значение вы вкладывали в этого мужчину и в отношения с ним. Вот. Я полагаю, что именно так. Именно так можно вам здесь ответить. Я полагаю, что именно так можно интерпретировать данный аспект, данную ситуацию. Вот. Смотрите. Вы пишите, я преувеличиваю или право. А зачем вам это? То есть, вот, например, если вы, скажем, преувеличиваете, то что будет? Если вы правы, то что будет? Ведь понимаете, если вы преувеличиваете, значит, у вас есть определенные внутренние конфликты, которые нужно исследовать и корректировать. А если вы правы, и если мужчина действительно относится к вам с неуважением, то значит, вы себя так ставите с ним, что он позволяет себе так относиться. И у этого тоже есть причины. Поэтому вне зависимости от того, что это значит, вне зависимости от того, что это значит, у вас есть определенные проблемы. Которые, в общем, обобщая, да, можно назвать преувеличенное значение отношений или преувеличенное значение мужчин. Мужчины или мужчин в целом. Вот, не знаю, как вам здесь удобно. Вот. И уже, исходя из этого, исходя из этого, отталкивайтесь и смотрите, что для вас это значит. Потому что, ну, мужчина вам, понимаете, не мужчина, да, он вам даже не какой-то, если я правильно понял, а молодой человек, который прям вот с вами в отношениях, да, и который там вам, допустим, что-то должен, вот. То есть это просто человек, просто человек, с которым вы договорились на встречу, вот. И встреча, с которым у вас не получилось. Да, неприятно, но в целом, в целом, мужчина находится, в принципе, в своем праве. Вот. Что-то он в праве, он в праве вести себя так. Да, это неприятно, да, это ужасно, это ужасно, но он в праве вести себя так, как человек, вот. Как личность, это его выбор. И вам, если вы относитесь к себе хорошо, если вы независимо, да, если вы независимы, если вы уверены в себе, то вы примете его выбор и просто пойдете дальше. Вот и все. Ну, вы так и не сделали. А значит, что-то вам мешает. И вот что-то вам мешает, то, что вам мешает, нужно исследовать. Вот. В целом, в целом, хочется сказать, что в отношениях не бывает правых и виноватых. В отношениях есть степень удовлетворенности каждого и степень возможности удовлетворить потребности партнера и свои тоже. Вот. И в другом, в другом случае, в другом случае, если бы это был другой мужчина, да, он, ну, просто испугался, кто может вас потерять и моментально пошел бы на контакт. Вот. Но вы выбрали именно такого, и это не случайно. Задумайтесь, почему вы выбрали именно такого мужчину? Чем именно такой мужчина вам приглянулся, понравился и так далее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!